Привет, ребятки! Я как-то не снимала после приезда. Как вы поняли, то я уже на месте. Мы с мамочкой уже приехали к ним домой. Это кто вообще не смотрел мои, к примеру, старые видео норвежские, то это север Норвегии, город Стейган, это Камуна точнее, в общем, это вообще за полярным кругом. И сейчас белые ночи, то есть вообще ночей нет. Сейчас такая немножко пасмурная погода, эти два дня сегодня, вот второй день. Но на завтра, на понедельник обещают хорошую погоду, 20 градусов. То есть сейчас, как вы видите, ну, во-первых, я просто мерзлячка, то есть у нас, понятно, у нас дома было там 35 градусов жары, а тут так сразу такой контраст, поэтому, конечно, я пока еще сильно мерзну. Вообще погода нормальная, дождика нет, и то хорошо. Вчера я гуляла, тут прошлась. Сегодня, наверное, тоже чуть позже выйду, похожу, погуляю. Кстати, я вам, по-моему, даже особо я не рассказывала вообще про свой цвет волос ни в одном из влогов, потому что было столько всего, что я как-то и не могла ничего такого толком рассказать. Да, меня очень сильно посыпало на лице, это после всех перелетов. Очень у меня такая обезвоженная кожа, поэтому я ее пытаюсь сейчас привести в порядок, кремами. В общем, да, я думаю, через пару дней будет все нормально. Стараюсь сейчас вот без косметики постоянно наносить крема. В общем, как я вам показывала еще во влоге, где я была дома, да, я так и не попала, естественно, к своему парикмахеру, к девочке, к стилисту, потому что мне нужно было ждать свой паспорт. И поэтому я без окрашенных корней. И как бы я тогда покупала краску, и я просто решила сама закрасить свою длину, где у меня были серые волосы. Вообще, как бы, какая у нас была идея. Если бы я к ней попала, у меня бы было осветление корней, и я хотела сделать серый на всю длину и омбре типа фиолетовый внизу. Но как бы дома я бы такое вряд ли бы нормально сделала. Там внизу гуляют. Поэтому, в общем, я решила просто взять серую и фиолетовую краску. Я их смиксовала и нанесла много кондиционера, маски вовнутрь, тоже вот в эту всю смесь, просто чтобы был такой более пастельный оттенок, чтобы я не вышла такая, знаете, супер-супер яркая. И, в общем, получился такой оттенок. Ну, как вы могли видеть в прошлом влоге, у меня волосы были ярче. То есть он, в принципе, смывается, он становится очень мягким. Я не знаю, насколько его хватит. С собой я краску не брала сюда. Но хочу заказать. Я здесь смотрела от Schwarzkopf. У них есть такая вот как альтернативная серия таких разных веселых цветов. Потому что я хочу все-таки попробовать закрасить эти корни. Так как по планам я точно не знаю, когда мы попадем обратно домой. То есть когда я попаду обратно домой. Тоже для тех, кто не понял, я прилетела сюда без Вадима. Очень скучаю за Вадимкой уже. Но просто как бы у меня есть возможность работать удаленно. Поэтому я могу побыть вот у мамочки и заниматься своей работой. А он, к сожалению, не сможет столько отсутствовать. И тем более, что мы с ним в конце лета еще собираемся тоже встретиться, поездить по Европе. Это сейчас прям моя самая любимая передача. Реалити-шоу Кардашьян. Подсела я. Кто тут в кустах прячется? Кто тут в кустах прячется? Где? Норвежский лесной. Доброе утречко. Сегодня просто волшебная погода. Такое солнышко. Сегодня и завтра обещают как раз отличную погоду. Я бы открывала все двери и окна, потому что настолько хорошо на улице. Такое солнышко, такое спокойствие. И да, не знаю, будет ли меня видно из-за солнца. Сейчас приготовила себе завтрак, буду кушать. Смотреть телек. Потом, наверное, выйдем. Погуляем, пройдемся. На завтрак у меня, в принципе, все такое по легкому стандарту. Здесь омлет, овощи, хлебушек. Какой-то прикольный, с семечками. С салями и кофе и водичка. Собак, что ты тут делаешь на диване? Что ты тут делаешь на диване? Мои монстры махняты. Монстры. Хочу немножко накраситься, чтобы настроение себе поднять, потому что уже я не помню, сколько дней я вообще не красилась. Просто нанесу немного своего кушана на лицо и припудрю. И... Ох, вы меня видите тут в отражении. И, наверное, завью ресничку, просто немножко румян. Здесь есть такая вот новая палетка, которую я не успела показать, в общем-то, нигде в видео, так полноценно. Слик. Очень давно хотела себе заказать ее. Это блажь бай три. Такие вот три оттенки. Это в оттенке шугар. Что вы ждете, да? Все, идем гулять. Сейчас сделаем, наверное, кружок вокруг. Боже, как классно. Я хочу пройтись дальше посмотреть, если есть овечки, потому что там дальше есть загон такой, где овцы гуляют. Я обожаю овец. Вообще сегодня так солнечно, так круто. Мне полезно походить. Нужно много-много ходить. Вообще я как бы собираюсь тут бегать, потому что белые ночи, даже если там, к примеру, днем плохая погода, ночью может быть хорошая погода. То есть как-то не мешает там темнота или еще что-то типа такого. И я вообще такая, все налегке в глазинах. Можно не париться насчет внешнего вида абсолютно. Здесь такой красивый залив с моря. Он такой вот каменный, как берег. Очень забавно, очень красиво так смотрится. Вообще, как вы видите, очень много зелени, милые домики. Это, в общем, считается как село, потому что тут и далеко до города. То есть от самого города, куда мы прилетели, мы ехали часа 3,5-4. Естественно, это получилось больше, потому что мы с остановками, там и в магазине скуплялись продуктовым, на заправку заезжали, все такие штуки. Но здесь очень спокойно, очень классно. То есть для тех, кому надоела городская суета, мне она точно надоела. Вот это для меня прям 100% то, что нужно. Сейчас пойдем выйдем туда, к морю. Вообще, для животных тоже тут просто супер счастье. Никаких закрытых дверей, выпустили, погуляли. Они тут бегают, такие счастливые. Вот и море виднеется уже. Для тех, кто не знает, Норвегия вообще состоит, омывается фердами. Это море, которое протекает между горами. Раньше это все были ледники, которые растаяли. И вот они, скажем так, разрезали горы. И это получается Северное море. Здесь, где живет моя мама, то есть это вот на самом севере, за полярным кругом. У них, получается, здесь протекает горсты. Поэтому воздух, хоть идет ветер с моря, но воздух теплый. На самом деле, мне сейчас очень жарко в этой кофте. Но я как-то особо не взяла никаких именно таких кофт, чтобы сверху одеть просто раскрытой. Но ничего, очень-очень классная погода. Вот это реально идеальная погода для жизни. Потому что наши 35 градусов в Украине, это просто жесть. Где вот этот мохнатый монстр нашел себе палочку? Давай покидаем, давай. Ой, искать? Какая молодец. Ну ладно, будем развлекаться. Ай, в общем, в прошлых как бы видео, я не помню, но по-моему я показывала. Но вот это вот Мия, которая идет сзади. Ей уже 9 лет. А спереди это Сандра, монстр-тролль. Это ее дочка. Вот они, получается, у нее были детки 2 августа. Она родила, так что почти уже год. Бежит! Монстр бежит. Молодец. Прелесть. Очень красиво. Сейчас поделаю фотки для инстаграма. Все-таки чересчур жарко. Я сняла кофту, просто повязала ее на талии. Будем точно по 90. Для меня уже очень жарко на самом деле. Самое сложное, это когда такие перепады температуры. Очень резкие. Ну, это круто. Сейчас похожу позагораю немножко. Наверное, надо будет волосы завязать, потому что уже очень жарко. Я не знаю, куда делась Мия. Может быть, она там... Там есть дорожка сразу к дому наверх. Наверное, она туда побежала. А там вот дальше вообще овцы живут. Но я думаю, летом они, скорее всего, пасутся где-то на каких-то полях. А зимой они обычно там. Вот это здесь тоже надо быть осторожным. Я знаю по звуку. Тут, по-моему, ток проходит через вот эти вот заборы. И вот сегодня с утра гуляли с Сандрой. Сандра свой нос засунула в эти заборы и получила два раза немножко током по носу. Обычно так огорожают овец или лошадей, которые как бы сами пасутся, просто чтобы они не убегали. Там вроде как напряжение не сильно большое, но такое неприятное в любом случае. Ладно, собака у меня уже с сушняком тут входит. Будем возвращаться обратно. Ну, она, скорее всего, сейчас запрыгнет и побежит сразу к дому наверх. А я хочу обойти немножко, как бы пройтись так же, как и сюда пришла. Просто чтобы побольше походить. Как погодка сегодня просто волшебная, реально. Вечером, я точно не помню, завтра мы вроде собираемся. У родителей есть там другой домик на озере. Туда надо плыть с лодкой. И как бы в первый раз, когда мы здесь были, мы туда плыли. И тоже у меня было видео, как мы там на лодке были. Вот, вроде как на завтра такие планы, потому что очень классная погода. Кого я тут нашла? Тенечки. Тенечки с домом. Что она насчет? Доброе утро. Тут сейчас немножко хаос. Мы собираемся на озеро. Там депрессная вода. Туда придется лодкой плавать. Но я вчера вам рассказывала. Кто-то знает, расскажите мне, что это за растения такие. Потому что я вообще не представляю. Издалека мне казалось, думала я, что это одуванчики. Ну, это прям как мех, как будто какой-то. Посмотрите. Смотрите. Смотрите. С природы никуда не деться, конечно. Там, где лес, там и много всяких оводов, кусючих. Так что сейчас обмазались мы средством от комаров, от насекомых. Потому что меня уже так покусали в нескольких местах. Мне очень приятно. Мы тут были еще, когда первый раз с Вадимкой приезжали в августе. Это уже было, наверное, года два назад, если не больше. После этого таки не было возможности снова сюда приехать. Потому что то зима была, то начало весны. Как бы здесь озеро замерзает. Сюда надо плыть через озеро на лодке. Так что сегодня будем делать шашлыки. Барбекю, точнее. И главное успеть до моего рабочего дня вернуться домой. Приятного стилю. Мими. 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 мы подошли к дворцу короля и королевы королевский дворец такое солнышко-погодка просто супер вот эта работа тяжелая целый день